Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы, я бы сказал, глобальная. Ну, в конце концов, что нам мельчить? Может, да? Сами-то, ребята, непростые. Итак, тема сегодняшней программы. В каком состоянии мировая экономика, начиная 2013 год? И, кстати, мои сегодня уважаемые мною гости тоже в какой-то степени начинают сегодня 2013 год, потому что Володя сказал, что он только со вчерашнего дня на работе, Наташа тоже. Вот, замечательно. Вот вы сейчас о мировой экономике и порассуждаем. Итак, я представляю в гостях сегодня Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый вечер, Володь. Добрый. И Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер. Ну, еще для слушателей я обязательно скажу, что рад тебя видеть, поскольку давно ты не была у нас в эфире. Володь, тебя рад видеть тоже. Да, я тоже всегда всех рад видеть. В общем, мы рады друг друга видеть, мы рады слушать, рады разговаривать и также будем наверняка рады услышать активность наших слушателей. Да, я напомню для них, у них есть возможность, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Ну, и также сайт компании финам.фм, зайдя на который вы сможете задать свой вопрос, прокомментировать свою текущую ситуацию, либо дать собственное ее видение. Ну, и начиная эфир, традиционно картина маслом 18.06 в Москве, что происходит на основных финансовых площадках. Значит, теперь мы начинаем уже с самой основной, видимо, площадки, с российской. И я констатирую, сегодня опять разноправленно торгуется РТС, индекс РТС прибавляет чуть больше 0,3%. 1573 его текущих катеров. Кстати, вчера и сегодня, сейчас я уж график открою, РТС, так достаточно забавно. Нет среди вас, кстати, любителей свечного анализа. Он рисует третью, ну, по сути, третью свечу доджи. Так как-то они взлетели. Ну, если вы помните, да, свечной анализ, это вещь такая романтическая. Японцы, они такие, в этом случае, впереди планеты всей. И всякие вот эти утренние, вечерние звезды, повешенные и прочие утопленники, они всегда так слух ласкают. Вот эти три свечечки, они тоже выстраиваются в какую-то романтическую такую картину. Ну, дай бог, придумаешь. Знаете, уже хочется это самое так, слушай, слушай, Бубин в студию, пожалуйста. И начнем. И начнем. Ну, так вот, возвращаюсь я к картине «Маслом РТС», чуть выше горизонта, 1573, текущая котировка ММВБ. По известной причине ниже в Атерлинии теряет 0,4%, 1509, его текущая котировка. Европейцы, кстати, сегодня торгуются в плюсе, азиаты сегодня в плюсе. Ну, вчерашняя американская сессия тоже прошла в зеленом цвете, хотя и не сильно, но тем не менее. Кстати, ну, сейчас мы об этом вспомним, только что завершилось выступление господин Драги. Вот, и внесло оптимизм, евро растет, и это, наверное, хорошо. Значит, рынок сырья и рынок Форекс. Нефть марки Брент, 112 долларов за бочку, прибавляет больше процента. Золото, 1668 долларов за унцию, также оно сегодня достаточно убедительно. Ну, и инструменты валютного рынка, в частности, евро-доллар, 1,3180, после вчерашней, да, практически 30-й фигуры. Вот он на оптимизме, который, видимо, предложил господин Драги, сегодня растет. Ну, и даже не сегодня, а вот последние, там, полтора часа. Ну, и основной набор голубых фишек разнонаправлен. В основном в отрицательной территории я отмечу у меня здесь основные пятна. Автоваз теряет чуть больше процента, МТС почти полтора, Ростелеком, да, тоже полтора процента в минусе. Ну, а отметить, ну, и раньше ГМК Норникель процент сегодня прибавляет, вот, а остальное так вяло текущее. В общем, вот такова картина масла, ну, самое главное, что, еще раз повторю, Новый год начат, да, движение на рынках существует, и для этого есть, наверняка, какие-то причины. Вот, давайте, о них мы и говорим сегодня. Начнем с более глобальных рассуждений. Так, в каком же состоянии мировая экономика проснулась утром, какого она проснулась-то? Первого? Второго. Второго, наверное, да, первого она еще так вяло-вяло. В каком состоянии она проснулась, Наташ? Кстати, говоря о состоянии, да, мне, наверное, можно пошутить, что вы сегодня в роли докторов и ставим диагноз мировой экономики. Да, Наташа? Ну, в какой-то степени, да. Ну, проснулась она существенно посвежевшей, посветлевшей в связи с прошедшими событиями в Америке, да, в конце 2012 года. То есть вот это вот временное решение по так называемому фискал-клифу, переносу этого фискал-клифа на более позднее время, оно всех достаточно порадовало, всех порадовал компромисс относительно налоговых льгот на уровне, там, 450 тысяч доходов, да, с семьи. Вот, соответственно, фондовые рынки везде прореагировали ростом. Мы видим нефть, которая очень сильная тоже, там, 112-113 была. Вот, наш рынок пытается как-то тоже там догнать, куда-то выйти, но пока так более умеренно. Ну, он подпрыгнул и стоит, я бы так назвал. Ну, там, да, там получилось так, что вроде как отодвинули обрыв, да, но как-то зато долг приблизили, что называется. То есть вроде бы обрадовались, да, а что дальше не понятно. Ну, тут, да, там и республиканцы уже, я чувствую, так, хотят взять, точнее, реванш. Реванш, конечно. Потому что сейчас до 15 февраля, там, по разным оценкам, надо уже верхнюю планку долго поднять, а иначе все. Наташа, давай, продолжай. Твое видение, твой диагноз меня интересует. Ты у нас будешь главврач, да? Ну, я потом добавлю. А ты потом добавишь, ты дежурный терапевт. Продолжай. Ну, в целом, я считаю, что Америка пытается сейчас действительно взять какую-то паузу. Мы видим, что ничего страшного не произошло, хотя, мне кажется, никто всерьез в это и не верил. Это было видно и по рынкам, и так далее. А вот то, что они тянули прямо вот до последнего, до последнего, это просто задумка такая режиссера, да? Я думаю, что да, это игры, это было, в принципе, и в предыдущем году мы видели в 2011-м этот спектакль. Накануне каждый раз, когда мы сталкиваемся с вопросом продления бушевских льгот, которые там в 2003-м еще были введены, мы видим вот эти вот спектакли. Красивые, с разыгрыванием партий. Американцы, Бродвей, сплошной Бродвей. Да, то есть это было, конечно, очень театрально в последние числа, когда там кто-то уже как-то расслабился перед Новым годом. Вот. Ну, то есть, в принципе, по Америке решение ожидаемое, и, наверное, оно порадовало всех тем, что оно было сделано все-таки в последний день 2012-го года. И мы можем взять перерыв до февраля и как-то успокоиться на этом. Данные по Америке выходили, по крайней мере, там, последние месяцы достаточно оптимистичные. Они нас радовали. По рынку жилья видно, что там идет тренд вверх, продажи домов растут, безработица спорно, но она, тем не менее, как-то снижается все-таки ниже 8%. Вот. Ну и, соответственно, Европа, проблемы Европы, они всем знакомы. Мы все к ним, так сказать, уже привыкли. Все, мне кажется, более-менее представляют, что ждать. И самое главное, что имеют, представляют механизм защитный, который не позволит там углубиться к каким-то проблемам на финансовых рынках Европы. Поэтому рынки в целом решили, что раз страшного не произошло, можно как-то попытаться подняться вверх. Да, подрасти. Я понял. Так, твой выход. Ну, а что? Тут, в принципе, что еще добавить? По поводу Европы, да, с одной стороны, я думаю, год будет достаточно спокойным, предстоящий. По одной простой причине, что у нас выборы в Германии ожидаются. И мне кажется, что просто будет сделать все, да, чтобы доказать избирателям, что те деньги, которые были потрачены на поддержку Греции и же с ними, были потрачены не зря. Да, потому что там допускать дефолт в той же самой Греции в 2013 году возникло много вопросов, да. Собственно, а ради чего были все вот эти вот там усилия раньше? Логично, конечно. Вот, поэтому мне кажется, что вот по поводу еврозоны, да, наверное, год будет относительно спокойный, да. И хотя там риски сохраняют все очень высокие, и в том числе там по той же самой Испании, да, там по Греции, опять же, далеко не все понятно. Но я думаю, что, в общем, с точки зрения... То есть именно до конца года ты смотришь, да, а не до выборов формально? Я думаю, что, ну, выборы, плюс там какой-то все-таки период после, наверное, будет еще. Поэтому я думаю, что вот такой источник риска сейчас будет не очень серьезный. Я думаю, что сейчас больше внимания будет на США все-таки, да, в том плане, что действительно верхняя планка долга. И здесь получается, собственно, дилемма, да, с фискальным обрывом. Да, отлично, мы отложили, они отложили, точнее, поднятие, соответственно, меры по сокращению дефицита бюджета. Точнее, как, там кое-какие обсуждения, они должны к ним вернуться через два месяца, если не ошибаюсь, там, в частности, сокращение расходов бюджета. Но все равно получается ситуация в том, что бюджет надо сокращать, дефицит бюджета надо сокращать. Вот куда никак не девайся, да, а это означает, что, в общем, негативные последствия для экономики США тоже будут проявляться. Поэтому я думаю, что вот здесь как раз США возможно более там какие-то вот, может стать основным источником риска, да, там, не еврозона, а скорее США, я смотрю. Но в то же время ситуация в США мне несколько больше нравится, чем в еврозоне, по той простой причине, что все-таки в США долг у нее в своей валюте, а не в чужой, как у европейских стран. Нет, самое интересное, что в Европе, то, собственно говоря, несмотря на то, что валюта, она общая, она ничья, как бы. То есть каждая страна занимает, как бы, не в своей валюте, да, и, соответственно, не может ее девальвировать, да, то есть у нее нет вот этого стабилизирующего фактора в виде курса национальной валюты. Ну, как в случае, например, с иеной той же самой, да, например, там, да, там, у Японии там серьезные проблемы, да, в принципе, в принципе, да, понятно, что есть определенные препятствия для этого, но можно как-то пытаться давить на курс, да, там, пытаться как-то... Ну, причем они сейчас уже активно делают. Они это сейчас пытаются делать, потому что других путей у них, к сожалению, особых не осталось, да, потому что ставки повышать они не могут, да, там, выходить, точнее, из этого режима низких ставок, это сложно слишком, наращивать долг тоже уже как-то больше 200% и так далее. Поэтому в случае США, я думаю, ну, у них, опять же, да, своя валюта плюс хорошая все-таки динамика в реальном секторе, да, хорошая динамика в добывающем секторе, кстати, по поводу зависимости США от цен на нефть, что, собственно говоря, для, там, нефтедобывающих стран вроде России, это, на самом деле, не очень хороший сигнал, мягко говоря. Поэтому вот по США я более оптимистичен, хотя и насторожен. Хотя и насторожен. Да, да, скажем вот так. Но в целом, я думаю, год, ну, не знаю, по крайней мере, никаких вот катастрофических каких-то вещей я не жду. Не думаю, конечно, что будет год прям волшебный, но, в общем, ситуация тяжелая, но, как говорится, стабильная. — Обывательские разговоры, тем не менее, опять звучат, что 13-й год — это год кризиса, какой-то очередного кризиса, потому что он еще и 13-й. Слышала, Наташа, да? — Ну, я слышала. — Ну, как профессионалы, должны опровергнуть, наверное, подобное. — Не, ну, прошлый год был високосный, это 13-й. — То есть мы всегда еще что-нибудь найдем. Прошлый год еще и не состоялся конец света, его перенесли, значит, конечно, наверняка может возникнуть и в 13-м году. Ну, хорошо, об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш эфир. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, в гостях Владимир Брагин и Наталья Шилова. Пытаемся мы сейчас поставить диагноз, извините уж, мировой экономики. Какова она в начале 13-го года? Продолжаем это делать, хотя вот слушатели, включившись в нашу метафору, например, с сомнением, говорят, может, и не надо никакого доктора. Вот пишет Андрей, может, не надо доктора, а то был такой один не очень давно слушай, когда компания миллиард потеряла на капитализации, когда о докторе вспомнили. Ну, слава богу, да, этот случай уже в прошлом. Возвращаемся к Еврозоне и еще один вопрос от нашего слушателя. А вот по поводу Кипра, так он Витиевато тоже задает вопрос, а сериала Санта-Кипр, ну, по аналогии, да, сериал Санта-Греция мы слушаем с вами, смотрим уже несколько лет. А вот сериала Санта-Кипр не будет, спрашивает Андрей, тем более, что я вот в ленте новостей такую свежую информацию сейчас прочту тоже. Правительство Германии не одобрит представление помощи Кипру в случае неприятия страной правил ЕС в отношении отмывания средств. Ну, то есть, очевидно, и в конце прошлого года мы уже говорили, что Кипр следующий на очереди с протянутой рукой. Ну, вот такие условия, да, неожиданные, наверное, ну, как минимум, да, ухо, условия в отношении отмывания средств. Володь, прокомментируешь? Я думаю, что это такая нормальная внутриевропейская там разборка, что называется, что там, собственно, обсуждать. Ну, на самом деле, здесь Германия просто показывает, ну, конечно, что окей, да, там готовы всем помочь, ну, давайте только, в общем, пришить все под нашу дудку. А вот, собственно, новые мелодии этой дудки. А то, что Кипру надо будет помогать, ну, да, собственно, деньги заканчиваются, которые... А почему именно вот такой акцент, что Кипр у нас известный, так сказать, географический объект, где в основном средства отмываются? Да нет, просто, может, там правила были какие-то не приняты еще. Может, какие-то формальные вещи. Я, честно говоря, вот в этом вопросе не очень силен здесь, в части этой активности Кипра, в частности. Поэтому, вот, конечно, ничего бы не говорил. Ну, в целом, опять же, да, я не думаю, что тут помогут, не помогут. Это как-то серьезно скажется на Еврозоне. Все-таки Кипр — это такая достаточно маленькая территория и очень маленькая экономика по сравнению к... То есть погоды особо не сделает, да? То есть мы не увидим опять вот этой вот... Скажем так, настроение не испортит, но погоды не сделает. Что про Кипр, Наташа? Да, ну, я, наверное, соглашусь с Владимиром, потому что экономика действительно маленькая, и даже там в случае самого худшего варианта, который я не считаю каким-то основным, ну, ничего не изменится, по большому счету, для финансовых рынков. Это будет не то же самое, что Греция, и как бы по значимости... Даже Греция, да, не то же самое. Да, даже Греция, не говоря же о других странах. Наверное, в Еврозоне сейчас более интересны все-таки другие страны, Испания, Италия, как в них будет проходить экономический процесс, и как у них будут банковские системы восстанавливаться. Кстати, так что-то сейчас смысл пришла интересная. А ведь, смотрите, раз экономика маленькая, да, если что, там, ну, будет, конечно, не так больно, как если там кто-то другой. Почему у меня отработает механизм выхода страны из Еврозона? Ну, был такой разговор, кстати, на Греции, да, помнишь? Не, ну, Греция, понимаете, она большая все-таки, да, ну, там, не такая уж большая, но поощутимая. Не, ну, тем не менее, когда, вот, помните, да, Греция на краю все мысли, Греция на краю обрыва, и вот сейчас где-то за кулисами они уже, да, обсуждают, чтобы механизм прописать, и как вот тут страны, ну, все, обошлось, тем не менее, видите. Ну, слушайте, обошлось, дали денег, да, ну, честно скажу, у меня такое ощущение, что, ну, надо будет еще дать денег, потом еще, еще. Ну, когда она будет поздно, это надоест просто всем. Ну, что же, мы, эти, эти фразы мы тоже, да, уже повторяем с вами достаточно долго, и тем не менее, все происходит так, как происходит. Кстати, давайте буквально я отвлекусь от диагноза. Сегодня заседание ЕЦБ, помимо заседания Банка Англии, где и тот, и другой оставил процентные ставки на прежних уровнях, в Англии 0,5%, в Европе 0,75%, хотя некие ожидания, да, по поводу снижения процентной ставки в ЕЦБ были, ну, может быть, не в этом месяце. Ну, они все-таки не в этом месяце. Не в этом месяце, да. Вопрос, а зачем? Не знаю, не знаю. Вот что сейчас, куда еще их снижать, там, чтобы себя загнать в кончательную ловушку ликвидности, чтобы потом уже вот точно нельзя было их поднять никуда. Ну, согласен с тобой, и мы, по факту, мы констатируем, по факту то, что подобный, да, подход монетарный, когда ставку оставили на прежнем уровне, и я так понимаю, дальнейшее выступление господина Драги, я, к сожалению, не могу сейчас процитировать основные его фразы, вот, нет у меня перед лицом, ну, вот, некий оптимизм на рынке это дело все-таки привнесло, и как минимум евро-доллар уже 1,32, а до заседания был, там, ниже 1,31, вот вам, пожалуйста. Так, хорошо, отвлечемся, несколько отвлечемся от проблем еврозоны, хотя сама она не даст нам надолго, видимо, от них отвлечься. Давайте посмотрим на восток, Наташа. Китай, Япония, да, с новым правительством и со свежей некой, так сказать, монетарной политикой, инфляцией в районе 2%, вот это мне очень интересно. Как ты к этому относишься? Ну, про Китай давай, Наташа. Ну, в Китае в целом все, как бы, достаточно неплохо, стабильно, несмотря на то, что мы видим какое-то замедление темпов экономического роста, тем не менее, это, там, 7,7% роста ВВП в год, что очень-очень неплохо, и многим экономикам об этом только и мечтают. Собственно, даже если мы увидим какое-то, там, замедление или, там, сохранение текущих темпов роста, они все равно, я бы сказала, экстремально высокие, да, и очень хорошие, и, ну, да, естественно, будет, там, какое-то замедление, там, экспорта, но даже вот последние данные, которые выходили как раз сегодня, они же всех очень поразили, потому что ожидания были на уровне, там, 5-6% роста экспорта, а вышли на уровне 14%. То есть, несмотря на всю сложную ситуацию в еврозоне, Китай продолжает экспортировать, его основной, там, источник богатства, он существует, и страна живет достаточно неплохо. То есть, я считаю, что... Ты смотришь с оптимизмом, да? Ну, с умеренным, я бы сказала. Я не жду каких-то, там, сюрпризов и каких-то дополнительных источников роста, но вот текущие источники роста, на мой взгляд, они, там, будут присутствовать. Здорово. Алло. По поводу Китая? Ну, я думаю, что да, то есть, скорее будет какой-то, по крайней мере, судя по всем прогнозам, опять же, да, я не был в Китае, честно скажу, да, не знаю, что там происходит, да, могу судить только вот по косвенным данным, но, судя по всему... Мне нравится, если бы ты приехал в Китай, тебе бы все показали там... Нет, но я имею в виду, что я этим, там, целенаправленно не занимаюсь, да, скажу честно. Ну, если, там, читать то, что пишут, ну, в целом, как бы, есть два, как бы, такие вот, два подхода, да, один, скажем, такой, более оптимистичный, да, связанный с тем, что, окей, там, у них еще много чего, там, реиндустриализировать, там, большая, там, сельское население, там, и так далее, да, и второй подход, это, в общем, более осторожный, который говорит, что, ребята, окей, да, у вас 50% ВВП этой инвестиции, и ты вообще как? Как дальше жить? Да, понимаете, что, когда у вас такой объем инвестиций, это значит, что их продуктивность, она очень-очень низкая. То есть, по сути дела, это не инвестиции, это потребление, да, и возникает тогда вопрос, окей, да, там, да, можно дальше, там, не знаю, там, бухать ресурсы в какие-то, там, не знаю, проекты, которые не будут в будущем приносить отдачу, да, только ради того, чтобы, ну, там, как-то вот... Ну, осваивать, осваивать надо. Да, да, то есть, понимаете, а в другой вопрос, да, что это же должно финансироваться, там, банками, опять же, да, кто, там, будет вкладывать в эти проекты, которые в будущем не принесут отдачи, да, то есть, опять же, это вызывает рост плохих обязательств, то, что называется. И, да, там, понятно, есть правительство, которое может тупо это монетизировать, да, но вот в данном случае возникает очень много регулятивных рисков, да, рисков принятия решений. То есть, с одной стороны, да, стимулы, да, скорее всего, рост будет сохраняться высокий, но риски, они постепенно-постепенно-постепенно растут в этой экономике, и это вот как раз вызывает основные беспокойства. То есть, это некая мина такая, да, замедленного действия, когда она рванет, но рванет... Она может и не рвануть. Может и не рвануть, да. Но вот это, мне, честно говоря, вот очень не нравится такая вот ситуация, да, когда действительно рост идет не за счет, вот, там, скажем, именно эффективных каких-то вещей, да, которые вот будут, ну, скажем так, не самоподдерживающийся рост, а рост именно постоянно стимулируемый, да, это, в общем, это не очень здорово. Но, как бы, они уж так давно растут, пока, в общем, ничего страшного не произошло. У них так принято, видимо. Да. Ну, опять же, да, по поводу Японии можно еще там рассказать, да, ну, собственно говоря, там, интересный момент, там, двухпроцентная инфляция, да. Ну, по поводу Японии здесь, как бы, несколько моментов, да, которые нужно понимать. Да, первое, да, то, что долг у них огромный, 200, там, процентов ВВП, даже больше. Но большая его часть покупает, это, как бы, в долг внутренний, да, перед собственными гражданами. А собственные граждане, это, по сути дела, ну, то есть это будущие пенсионеры, да. По большому счету, вот, сколько у нас дефицит бюджета Японии составляет, если не ошибаюсь, порядка 10%, чуть меньше, там, где-то 9,9, там, 9,5. То есть огромный дефицит бюджета, огромный долг, пусть и внутренний, сверхнизкая инфляция, сверхнизкие ставки, да, а я уже просто не раз говорю, что сверхнизкие ставки, это, когда они держатся долго, это очень плохо. Потому что тот, скажем, премия за риск, за инвестиционный, да, она очень сильно снижается. У вас, опять же, кто что возникал, говорил, плохие инвестиции, да, то есть которые, у которых низкая отдача, которые, собственно говоря, в будущем не приносят, скажем, рост экономики, так как, которых можно ожидать, да, именно ускорение. И это тоже является причиной стагнации, как раз. Слабый темп экономического роста, соответственно, как я уже сказал. Невозможность поднять ставки, потому что обязательства, да, они сразу переоценятся. Единственный способ, который остается, это инфляционное сжигание. Опять же, таких вот этих вот обязательств, да, которые накоплены, которые не обеспечены, потому что и обеспечение их, да, соответственно, это означает, что? По сути дела, это та же самая пенсионная система, да, когда завышенные обещания пенсионерам, да, через, опять же, финансовый рынок и госдолг, да, просто механизм так построен. По сути дела, это уже тоже возникает в Томске. И тут получается вот ситуация та же самая, что и в России, да, по большому-то счету. Что есть, вроде, когда хочется сделать, чтобы пенсионеры жили хорошо, да, то есть. С другой стороны, там, рост экономики требует, чтобы ресурсы направлялись немножко в другую сторону. Вот понимаете, и дилемма получается, в общем, и единственный способ, как это манкировать, да, скажем, ухудшение жизни пенсионеров, это лучше ускорить инфляцию, чтобы эти обязательства, они как бы сами по собой... Ну, вы сейчас о Японии говорим или о России уже? О Японии. О Японии, да. О России тут отдельная песня, и, может, дойдем, если все... Нет, мы ее споем обязательно. Вот, по Японии, получается, ситуация очень простая, да, что нужно как-то, а, две задачи. Первое, пынуть экономику, чтобы она начала немножко расти, да, и, б, это как-то может подстегнуть инфляцию, да, чтобы немножко отживить внутрь, чтобы деньги начали куда-то идти непросто в долговые обязательства. Понятно, что первая тема, это, возможно, повысить доходы бюджета, да, соответственно, возможно, сократить дефицит бюджета. Вторая тема, да, это, чтобы как-то сократить долг. Соответственно, те вот меры, которые сейчас пытаются делать, если я правильно все понимаю, да, то это как раз вот, собственно, в этом направлении пытается правительство двигаться. Собственно говоря, тут сейчас все практически начали активно маркетировать, что-то против иены играть тут же, да, потому что... Ну, она, да, она очевидна, вот она падает. А по большому счету, если посмотреть там длительную динамику, да, то там, собственно, падает и есть куда. Безусловно. Поэтому, в общем, идея достаточно актуальна, да, понятно, что это уже пришли там к конкретным идеям, но в целом, если смотреть по Японии, да, то мне, честно говоря, тот вот подход, который сейчас делает правительство, он нравится. Вот вопрос, долго ли это правительство поделится. Вот я хотел бы, да, уточнить, насколько он долгосрочный этот проект, потому что может же все это дело упереться в вполне объективную стенку, да, дальше которой уже не попрешь. Даже не надо смотреть на графики пары доллар-иена, да, чтобы, так сказать, какие-то временные границы этому делу определить. По поводу Японии добавишь, Наташа, еще? Ну, в принципе, у меня глобальная идея такая же, да, там, с тем, что иена сейчас, она пока падает, и ты ничего там нового не придумаешь. Страна в таких условиях, что вынуждена продолжать пытаться продолжать эти реформы, то есть получится, не получится. Это тоже вопрос, наверное, в области политики, а не экономики. Ну, что касается политики, да, новое правительство, новый министр финансов, вот задачи, собственно, озвучены и с точки зрения ослабления национальной валюты, с точки зрения, да, целевых уровней инфляции, и задача решается опять расширением ликвидности, да, накачкой деньгами в том числе, потому что, собственно, других путей. Да, других путей не там и не где-то в другом месте было не найдено. Кстати, ну, давайте уже после новостей мы вернемся к этой идее с точки зрения Федрезерва. Последний заседатель. Про монетку или? Про монетку, про монетку. Очень интересно, потому что звучало уже на последнем, да, или точнее, в последних минутках звучали интересные вещи. Итак, новости на Финам.ФМ мы потом продолжим. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев, в гостях Владимир Багин, Наталья Шилова. Мы сегодня разговариваем о состоянии мировой экономики в начале 13-го, високосного, не, не високосного, високосный предыдущий был. Ну, просто в начале 13-го года, непростого, видимо. Вот, пытаемся, значит, нарисовать эту картину, и, учитывая, что 18.33, американцы открылись, я хотел просто озвучить. Открылись они достаточно оптимистично, прибавляет 0.3 CP, прибавляет Dow Jones, примерно столько же, да, по S&P, мы видим 1465, то есть, в принципе, на прошлогодних хаях сейчас индекс стоит, но двигаться пока не движется. Фьючерс также в положительной территории, 1463 уже, собственно, обогнал непосредственно сам индекс. Так, давайте продолжим. Китай, Японию мы тоже обсудили. В общем, картина мировой экономики, ну, с вашей, да, с ваших слов у меня рисуется следующее. Глубоко болеет еврозона, глубоко болеет, да, ее перевязали, перемотали, да, дали пилюльку какую-то, она лежит сейчас такая вроде, значит, денежку в кофе. Да, более, более утоляющие приняла. Лежит, отдыхает. Лежит, отдыхает, да, набирается сил, бульончик пьет куриный. Америка. Америка вроде получше себя, да, чувствует получше, вот, и статистика хорошая, и вроде бы ребята там с фискал-клифом какие-то находят способы. Вот здесь бы я хотел от вас услышать перспективы КУЕ-4, вот это мне очень интересно. Сейчас, секунду. И смотрим на восток, да, ну, Китай молодца, Китай выглядит бодрячком, хотя, как Володя сказал, надолго ли это. Ну, и Япония пытается вот сейчас в связи со сменой, не то чтобы политического курса, да, в связи со сменой руководства найти выход из, ну, достаточно сложной тоже ситуации. Вот примерно такая картина, значит, мы сейчас поговорим, естественно, о России, потому что мы часть этого финансового мира, хотя и достаточно своеобразная часть. Прежде ответим на вопрос слушателя. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Два вопросика вот по Европе, да, Драги сейчас говорит, что, значит, прилив, приток капитала, ликвидность, это очень, ну, как бы, его устраивает. То есть, куда этот прилив, да, идет в акции, в облигации, вот если его такое, как бы, выражение, одно из выражений сейчас было, значит, приток капитала. Ну, и второй вопрос, как всегда, по рублю, вот 30-20 уже почти протестировали, да, сегодня. Куда дальше, да? Да, куда дальше, и вот все время то, что у нас ЦБ, как бы, вроде отпустил, да, так, есть коридор, конечно, там, такой большой, да, но вот когда-то он может вступить, и когда, если там будет 29-28, я не знаю, там, в зависимости, там, ну, не важно, там, нефть будет расти, не будет. А если будет укрепляться на основании, да, того, что вчера, что вот обсуждали по ОФЗ, ну, вот такие два вопроса. Спасибо, Ольга, спасибо. Вопрос первый, да, по поводу еврозоны, Наташа. Ну, еврозоны, жалко, к сожалению, не удалось послушать драги, как раз ехала к вам, очень хотелось, но, как я поняла, вот из общего тона его заявления, он всех обрадовал тем, что в ближайшее время, там, он, как бы, не дал каких-то намеков на снижение ставки. Вот, соответственно, по притоку капитала, мне кажется, сейчас достаточно видно, что последние месяцы европейский долговой рынок, он как-то воспрял духом, и деньги туда действительно начали заходить, именно в облигации, потому что мы видим и снижение доходности по Испании, по Италии, десятилетние доходности по Испании, там, ниже 5% сегодня опускались, впервые, по-моему, там, с марта прошлого года. Вот, Испании предстоит еще в этом году много и много размещать своих долгов, поэтому, действительно, господин Драги наверняка устраивает та ситуация, которая складывается, что он видит меры, даже озвученные, запрограммированные меры, которые они еще не ввели в силу, они уже сработали, рынки уже как-то там начали стабилизироваться, стабилизироваться, отходить, и я думаю, что основной приток денег сейчас идет, если пойдет, то, естественно, не в акции, потому что все-таки экономика слабенькая достаточно в большинстве стран, а вот облигации могут быть, там, интересные, с расчетом на то, что мы знаем, что ЕЦБ всегда готов вступить в игру и покупать их. Вот то, о чем ты говорила, если мы вспомним, да, заявление того же Драги осенью прошлого года, ну, когда он объявлял о начале, да, этой программы, то есть, в принципе, достаточно было заявлений, да, еще фактически никакого участия не было для того, чтобы, рынки успокоили. Да, в принципе, да. И сейчас ликвидность, о которой идет речь, она, собственно, найдет всегда, да, я открыл, вот, буквально несколько фраз прочту, открыл я ленту новостей Доу Джонса, значит, вот, дает она краткие выдержки его сступления, значит, Драги, не следует давать обратного хода усилиям по налогу бюджетной консолидации, текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности, никогда не комментирует, так, обменный курс важный элемент ценовой стабильности, так, что тут ничего интересного он сегодня заявил, ну, да ладно, это потом почитаем мы целиком, вот, примерно такая история, вопрос номер два, ну, мы сейчас отвечаем на вопрос Владимира, Значит, его интересовал текущий курс пары доллар-рубль, я открываю сейчас график, действительно, 30-21 уже в моменте, мы наблюдаем, то есть, после вчерашней коррекции, да, в район 30-50, вот, сегодня рубль опять укрепляется, до Коли, спрашивает Владимир, ну, ответь тезке. Не, ну, собственно, до Коли я не буду говорить, да, там, и... Ну, 28, вот он называл, возможно, 28, как ты думаешь? Я думаю, ну, очень, но все-таки маловероятность, все-таки достаточно серьезное, до 28 укрепления, это надо, чтобы еще и евро там сильно хорошо наверх просел, да, и чтобы там бивалют на корзине рубль укрепился хорошо. Нет, в целом, я вот сейчас, если выбирать, там, рубль, доллар, евро, да, находился бы в рубле, при прочих равных, да, по одной простой причине, что есть очень мощные сезонные факторы, да, сейчас у нас в январе, да, то есть, если смотреть по сезонному характеру импорта, да, в январе, там, оно и замедление идет, импорт так сильно не замедляется, вот, наоборот, экспорт сильно не замедляется у нас при этом, в основном это как раз там с экспортом происходит. Объем платежей по внешнему долгу достаточно маленький, ну, то есть, он у нас был... В январе ты имеешься? В январе, да, я имею в виду... Декабрьские платежи, да. И смотри, да, те оценки ЦБ, которые он давал, да, то в декабре у нас был пик, там, такой мощный достаточно, да, и даже мы видели, хотя там такая же была горочка по бивалютной корзине, но это так, в общем, слабенько, видимо, там, большую часть долгов либо перефинансировали, либо там подлили. Вот, соответственно, по рублю, да, возвращаемся. То есть, слабый импорт, да, расслабленный график платежей по внешнему долгу, хорошие новости в целом, пока из-за рубежа, да, то есть, такого какого-то бегства из рисковых активов, наверное, сейчас не будет. То есть, в целом, для рубля сейчас все условия для укрепления идут. Да, плюс ЦБ, он сейчас вмешиваться, скорее всего, не будет, потому что мы сейчас находимся где-то на середине, там, диапазона. Плюс долговой рынок, наверное, наш отечественный, его ФСЗ. Да, плюс ФСЗ, опять же, да. Так, пирожки разлетаются. Вот эти все вещи, да, то есть, в целом, все-все-все за то, чтобы там быть сейчас в рубле. Ну, и тем не менее, Наташа, какие-то технические уровни, может быть, нет? Ну, вот я в целом поддержу идею, да, то, что действительно рубль сейчас выглядит сильным, но технические уровни, ну, по рублю, наверное, там, 29-29,5, где-то в этом месте я бы вот остановилась и ожидала. Кстати, в связи с этим есть еще вопрос от, сейчас я вам скажу, от Руслана. Причем вопрос не просто, а вопрос трейдера, спекулянта, человек, который решает свои собственные финансовые задачи. Вопрос такой, что будет с курсами доллара и евро к рублю к концу февраля? Ну, евро, наверное, менее интересует Руслана. Значит, история у него такая, история из жизни. В феврале у Руслана большая покупка в рублях, но часть денег у него сейчас в долларах. Дальше он говорит о том, что ему кто-то обещал в конце 2012 года доллар 32,5-33, не получилось. Ну, бывает такое. Летом при такой же цене на нефть было 33,5, и хотелось бы хотя бы по 31,5 перейти в рублях. Ну, ладно, сейчас мы, кстати, обсудим, да, взаимосвязь. Но там, да, там все-таки летом была немножко другая тема связанная. Там такой жесткой корреляции с ценой на нефть и тогда не было, и тем более сейчас нет. Есть другие факторы. Ну, совет Руслана, то есть, сходя из того, что я уже сказал, да, то продавать доллар, сидеть в рублях. Продавать доллар, сидеть... Не, подожди, ему нужно рубли купить. Нет, секунду, он сказал, у него крупная покупка в рублях. В рублях, в феврале. В феврале. Вот, сейчас январь месяц. Соответственно, у него есть какая-то сумма денег под эту покупку. Часть долларов, часть рубля. Ему надо доллары эти перевести в рубли. Когда это делать-то? Сейчас это дороговато. В смысле, нет, секунду. Наоборот, сейчас еще можно доллары. Недорого, потому что потом будет хуже курс. Рубль-то укреплятся у нас. Ах, ну, конечно же. Может быть, я сам уж не сообразил. Все, новогодние праздники дают себе знать. Конечно. Ну, вообще, сейчас и надо тогда... Нет, понятное дело, что любой такой совет, это вещь, конечно, там, решение рискованное. Понятно, что сидеть в долларе или сидеть в рубле, да, то есть. При прочих равных, да, понятно, что можно здесь ошибиться, да, как всегда, да. Нет, ну, в любом случае, мы не прогнозы, мы же не метеоцентр. Но, говорю, вот если там выбирать, лучше рубль сейчас. Ну, правда, 15 февраля, очень дата такая. Какая? А что 15 февраля? Ну, по оценкам, там как раз будет такой дедлайн, повышение в верхней планке долга США. И что-то как-то немножко страшновато, да? Страшновато. Ну, да, я, собственно, прошу прощения. Очевидно, да, что сейчас, наверное, и есть то самое время, когда, да, можно рубль по относительно дешевой цене купить. Вот, поэтому смелее, Руслан, смелее, смелее. Так, хорошо, давайте возвращаемся на отечественный рынок. И, кстати, вот, Наташа, два слова, буквально, если можно. Взаимосвязь, действительно, она теряется или ослабевает, или, может быть, как-то раскоррелируется, может, в другую сторону. Курс рубля и цены на нефть, они не всегда, да, так сказать, традиционно себя ведут, когда укрепляется одна, укрепляется другая и наоборот. Ну, да, я думаю, что у нас цена на нефть это не единственный фактор, да, все-таки, который действует на рубль. То есть, помимо нефти, мы видим торговый баланс, вот о чем Владимир говорил уже, да, что есть сезонный фактор, он действительно очень сильный. Там, январь-февраль, рубль за дисбаланс такого он продолжает, ну, как бы, укрепляется, да, и при стабильной нефти, при, там, отсутствии движений по нефти, мы увидим его укрепление, да, даже если, тем более, нефть продолжит вот этот оптимизм, который начал зарождаться, то это будет еще больше укрепления, там, чем обычно. А летом все-таки была другая ситуация, у нас были проблемы и Греция, и Испания, и бегство капитала, и паника на рынках, и выход Греции прочь, или развал чего только не прочь, или, как бы, капитал усиленно все-таки переходил в более стабильные валюты, было бегство из рисковых активов, на рубле это всегда печально сказывается. И прежде всего на рубле, да? Да, и прежде всего на рубле. Падает очень резко. Кстати, если говорить, извини, пожалуйста, спасибо, если говорить о корреляциях, вот опять я смотрю сейчас, мне, может, проще, чем вам, рубль сегодня укрепляется, у него достаточно сильная динамика восходящая, нефть, ну, можно сказать, да, со вчерашней торговой сессии, она тоже прибавила там какой-то. Ну, на самом деле... А индекс РТС, вот он стоит, как вкопанный, и ничего на рынке практически не растет. Ну, это как обычно. Корреляция все-таки это величина, которая рассчитывается не на одном наблюдении, а там все-таки на целом ряде, да, вопрос брать, какой лаг брать, да, там, то есть какое влияние, и какие там, грубо говоря, данные, дневные, месячные, часовые, там, и так далее. То есть чем меньше брать такой временной отрезок, да, тем хуже проявляется эта корреляция. Все очень просто. Чем меньше? Чем меньше. Конечно, на днях она будет очень слабо проявляться, да, там, за шум... Со шумами ничего не видно будет. Если взять месячные данные, ну, хотя бы начиная с недельных даже, да, уже там что-то видно, да, то есть там, конечно, корреляция однозначно есть, да, и она проявляется там, причем достаточно неплохо. То есть можно играть просто с цифрами, да, но, в общем, она есть. Очень любопытный момент, что на самом деле, как мы говорим, там, помимо, там, торгового баланса цен на нефть, да, есть еще, соответственно, у нас и движение капитала. Вот самое интересное, вот здесь начинается, да, что у нас коррелируют такие вещи, как, например, экспорт и импорт, да, то есть, казалось бы, да, то есть, когда у нас обрушивается импорт, да, соответственно, экспорт, точнее, да, там, из-за каких-то причин обычно падает и импорт, да, потому что это связано с экономическими проблемами, с ухудшением спроса внутри страны, да, там, соответственно, у нас валится импорт. С экспортом коррелирует импорт, экспорт коррелирует с ценами на нефть, более того, и с ценами же на нефть коррелирует у нас и потоки капитала, кстати, причем хорошо коррелирует, то есть, чем выше цены на нефть, тем выше у нас обычный поток капитала в страну, да, то есть, в 2012 году, мне кажется, там, немножко нарушилось это соотношение, да, но вот до 2012 года было очень прям четко видно такие вот вещи, да. Соответственно, у нас получается, что все вещи, которые влияют на рубль, они завязаны опять на нефть. Пришли, в общем, туда же, да, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а там продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем наш разговор, собственно, диагноз. Мировую экономику мы практически приговорили, вот сейчас надо более детально поговорить о экономике Российской Федерации, как чувствует себя она. Мы начали уже это делать, отвечая на вопросы слушателей и взаимосвязи, взаимосвязи всегда. Да, ну, для торгующего и не очень торгующих человека всегда интересно эти взаимосвязи, а когда одно растет, другое падает, и наоборот, так проще жить, наверное. Ну, да, собственно, про нефть, да, в итоге у нас получается, опять же, да, не говорю, что это прям проявляется на немных данных, то есть, это вот видно там, ну, не знаю, на хороших временных отрезках, на достаточно таких, ну, широких временных рядах, да, то есть, не нужно мельчить там часовиками, да, неделями. Ну, в итоге мы получаем очень простую вещь, да, что опять все упирает цены на нефть, да, то есть, по крайней мере, такая модель она работала с 2012 года. В 2012 году как-то все поменялось, да, то есть у нас вроде бы цены на нефть были стабильны, при этом мы видели все достаточно ощутимый отток капитала, да, который, собственно говоря, нивелировал там и замедление импорта, да, который у нас, собственно говоря, привело к тому, что у нас торговый баланс оказался несколько лучший баланс, там, счет текущих операций лучше, чем я ожидал. Ну, в общем, получается, что сейчас, по большому счету, да, у нас вот рубль стал зависеть именно от того, куда движется капитал, вот, и, собственно говоря, вот капитал у нас сейчас, есть такой фактор, называется ОФЗ Евроклир, да, опять же, к вопросу о рублю, да, 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 собственно, все, есть очень сильное ожидание того, что сейчас в рублевые именно ОФЗ пойдут иностранные банки, потому что, как бы, проблема, опять же, да, низких ставок в том, еще, что зарабатывать на долговом рынке становится со временем все меньше и все сложнее и сложнее, да, потому что абсолютная доходность низкая и, как бы, вот, покупая облигации, ожидаемый доход становится все меньше, 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 меньше. Ну, и в этом случае логичный способ идти в развивающийся рынок. Да, 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 в этом случае логично предположить, что, да, при определенном уровне доходности, который уже не позволяет, да, там, рассчитывать на какие-то прибыли, просто народ уже, деньги не потекут больше на долговой рынок, а будут искать какие-то другие лазеечки и, может быть, даже... Это Япония, все-таки, может быть, здесь некий политический фактор сыграет, нет? Ну, может быть, может быть. Нет, на самом деле, пока, ну, не знаю, как будет дальше, да, но пока сейчас вот в моменте такой тренд явный, то, что это облигация развивающихся рынков. Да, то есть вот банально через Новый год, я вот смотрел там, расслеживал евробанду некоторых наших банков, да, то есть очень любопытно. Пришел вчера на работу, понял, что на проценте доходность уже ниже, там, например, по неким трехлетним бумагам. Все, то есть, как бы то, что там можно было, в принципе, достаточно купить неплохо, да, сейчас там выросло там на 2-3-4 фигуры. Очень обидно. Да, надо все делать вовремя. Вывод такой. Так, хорошо, ну, и давайте, если можно, более детально посмотрим на российский рынок. Я понимаю, что мучить вас конкретными идеями, наверное, смысла нет, но, в принципе, если, может, по секторам, что в этом году может быть интересно для инвесторов на российском рынке, опять при условии, что он в целом, да, оценит российский рынок как привлекательный, как сулящий некую доходность, хотя пока мы этого не видим. Что может быть интересно ему в этом году, Наташа? Ну, честно говоря, сходу, мне кажется, это все те отрасли, которые, скажем так, и так себя неплохо чувствуют при, там, хорошей внешней конъюнктуре, да, то есть, с учетом того, что нефть, по идее, при, там, такой стабилизации некоторой на внешних рынках, отсутствие каких-то шоковых сценариев, она должна показывать более-менее стабильную динамику, да, там, то есть, та же самая нефтянка и банки, мне кажется, они могут быть, там, интересны в целом вообще как отрасли. Вот. Металлургия, как ты, как ты смотришь на это, Володь, на металлургии? Ну, в целом, на металлургии, я смотрю, конструктивно, скажем так, да, то есть, да, есть, там, проблемы связанные, ну, опять же, да, как ее убили, там, в прошлом году, особенно, черную металлургию, все мы помним, их перед, до этого ее убивали. Ну, собственно, связано это было с тем, что было действительно некий, наверное, избыток небольшой, некий инвестиций в секторе, да, то есть, понятно, что очень много мощностей введено, которые, собственно, сейчас надо как-то задействовать, да, это не только у нас в мире в целом. И, опять же, да, конкуренция с внутренним производством Китая, да, и, в общем, как бы не очень хорошая ситуация складывается. Тем не менее, да, если ставить на то, что Китай будет расти, все-таки, я думаю, что ее вообще в целом экономика будет мировая потихонечку выздоравливать, я думаю, что черная металлургия, как такая хай-бета идея, да, это действительно неплохо. Единственное, что, конечно, надо занимать, там, выбирать конкретно какие-то имена, да, то есть, что я вообще, конечно, не возьмусь там говорить конкретно, что именно, да, но именно проблема в том, что если посмотреть на динамику компании внутри сектора, в общем, она была очень-очень также разнообразная. Вот. В целом же, если смотреть из других секторов, ну, по поводу нефтянки, ну, вот я бы не стал даваться какой-то примерно такой четкий сектор селекшн сейчас, да, потому что, действительно, есть там компании, там, то, что ориентируя на внутренний спрос, да, там, условно, есть Магнит, там, есть некоторые другие компании, да, скажем. Да, там есть, как бы, вот основная идея, какая мне кажется, на что надо ретинировать, компания, которая генерирует кэш, да, которая готова генерировать кэш и делиться с акционерами. То есть искать дивиденды. Дивидендные, да, история. Причем, я, извини, пожалуйста, тебя перебью, это может быть и не в числе голубых фишек, наверное, да, эта история? Конечно. На самом деле, с голубыми фишками проблема в том, что там как раз дивидендов пока не очень много, вот, хотя и правительство, как основной акционер многих голубых фишек, в общем, активно, собственно, пытался, да, внедрять идею о том, что надо бы как-то делиться щедрее своими прибылями. Что логично. Да, это логично. Ну, собственно, идея в том, что, действительно, наверное, такая вот эпоха, то есть мы посмотрим на тот же российский рынок, да, таких растущих акций, да, когда там дивидендная доходность, она ничего не значила, да, на фоне там capital gain, то, что называется, да. Зачем платить дивиденды, когда акции и так бешеные растут, да, кому они нужны эти копейки, да, то сейчас, соответственно, уже когда рынок там несколько устаканился, да, и возмужал, можно сказать, да, то, что вряд ли можно ожидать, что будет рост там аналогичный тому, что было там, не знаю, как у нас там бешеный был год-то, седьмой, что ли. Вот. Хороший показатель. Безусловно. Поэтому. Как известно, надо делиться, да, и поэтому те, кто делится, уже просто выглядят, да, репутационно выглядят более презентабельно, чем все остальные. Наташа, тебе как девочке вопрос с золотом, с золотом, что у нас с золотом в тринадцатом году? Ну, в целом я... Извини, пожалуйста, да, мы сейчас к этому вернемся, я просто проанонсировал и забыл. Федрезерв и его возможный запуск КУЕ-4. Насколько реально, Володь? Так они еще КУЕ-3 не закончили. Ну, вот я просто пытаюсь наперед рассуждать, да, насколько эффективно, по крайней мере, КУЕ-3, учитывая последнюю статистику из Штатов и выступление, значит, глав резервных банков. Смотреть, ну, КУЕ-3 просто это уже, точнее так, я уже к количественному смягчению стал относиться как к некой эндогенной переменной, то есть не та вещь, которая, там, принимается нужна и не нужна, без нее никак уже, просто все, да, вопрос там объемов. Уже все подсели на это дело. Конечно, да, ну, и второй момент, то, что понимаем, да, что если не хочется скатить там ситуацию, ну, опять же, вот проблема выхода из всех вот этих вот мер, да, там, что низкие статисты. Такие, что КУЕ, да, там, все эти вещи, да, они, как бы, если от них отказываться, это всегда очень болезненно, да, и вот здесь, кажется, всегда возникает такой вопрос, можно, здесь надо забыть про экономику, да, подумайте о том, кто принимает решение. Принимают решение политики, за которыми стоят избиратели, которым не понравится, если вдруг в экономике будут проблемы из-за их решений, соответственно. А в моменте они будут эти проблемы? Конечно, а, соответственно, вопрос дальше, какой там президент, там, в здравом уме, скажет, ребят... Возьмет на себя ответственность. Собственно, все. Поэтому КУЕ-4 быть, скорее всего, в том или иной форме. Понятно. Ну, и вот в связи с этим, и, может быть, вне связи, неважно, как ты построишь, собственно, свой диалог, что нам ждать от золота, ну, и, там, от металлов, в частности. Все-таки у них известные функции, да, мы все время их пытаемся наполнить некими, так сказать, стратегическими задачами. Золото — это некий инструмент бегства от чего-то, куда-то, от кого-то. Бегство, да. Но, не знаю, мне кажется, сейчас динамика последнего времени, она не слишком демонстрирует то, что золото вот как-то, например, инструмент бегства. То есть мы видим равномерный рост, долгосрочный рост этого актива. Я считаю, что этот тренд, он, естественно, будет продолжаться в 2013 году, да, то есть мы увидим какой-то позитив. Однако золото в условиях, в целом, неплохого состояния рынков, ну, нельзя сказать, что хорошего, но неплохого, будет не самым интересным. Но настроение позитивное все же, да, если рынок стоит на хаях. Понятно, он не движется, но он стоит, он же не падает, в конце концов. Да, настроения, как бы, такие, в целом, позитивные, сохраняются везде, ну, в целом, я имею в виду, у инвесторов. И, наверное, золото с этой точки зрения, ну, не самый интересный актив. То есть, если он у вас есть, да, там, куплен, то, собственно, как бы, вы держите какую-нибудь свою часть, там, сбережения, не знаю, в ОМС, там, еще как-то. Он, в принципе, можно оставить, но заходить там с целью получить какой-то супербольшой доход на том, что в мире вырастет, там, волатильность, случатся какие-то катаклизмы, наверное. Инфляционные ожидания вырастут, вот, КУЕ-4, видишь, Владимир предрек уже КУЕ-4. На самом деле, золото, если посмотреть исторически, оно не является защитой от инфляции. Ну, я не знаю, что такое исторически, но, тем не менее, изначально психология связана с тем, что деньги, значит, они обесцениваются, а что они будут, вечную ценность, что будут иметь, помимо женской красоты? Это еще золото, драгмит. Да нет, посмотри, там, данные, посмотри, вот, не знаю, динамику золота с поправкой на инфляцию за длинный период. Вот, если не брать в расчет вот этот, там, рост последних нескольких лет, да, там, такой, безумный, да, который с инфляцией, ну, никак не связался он был. С ожиданиями, с ожиданиями, конечно, какая инфляция, если у всех практически, там, да, нулевые ставки и прочее. Да, то, соответственно, было следующее, что, на самом деле, там, тренд-то был скорее нисходящий. То есть, у нас был до этого один всплеск такой, там, пузырь и потом его сдувание, кстати, обращая внимание на нынешний рост. Да, и если смотреть между этими вещами, что, собственно говоря, золото, оно потихонечку-потихонечку в цене-то падало. Вот, поэтому я все-таки смотрю на золото, как на пузырь сейчас, да, потому что золото, это такой товар, то есть, а, он не генерирует дохода, да, он, в принципе, его использование, оно достаточно ограничено в современном мире у нас, да, ну, ювелирка, там, еще что-то. Но ювелирка, она все равно, там, рецикулируется, да, там, через ломцы этих самых ювелирных изделий, опять же, частично. То есть, по большому счету, вот тот всплеск роста цен на золото, он совпал почему-то, да, как так, сюрприз, да, с ростом объема золота в ETF-ах физических. То есть, тупо начал, такая маркетинговая идея, да. Да, да, это случайность такая. Вот так, да, ну, как-то вот, да, так сложилось. И, собственно, вопрос в том, да, что, на самом деле, объемы золота в ETF-ах продолжают расти, да, они, там, периодически начинают обновлять, там, хаи свои. Поэтому, пока этот спрос есть, золото будет расти. А спрос этот есть. А спрос есть. Ну, вот ты и ответил на этот вопрос. Вот, поэтому, но проблема в том-то, что, когда обвалится, будет больно. Будет больно, да. Поэтому, если золото покупать, то какой-нибудь все равно лучше всего какой-нибудь защитой капитала, что-нибудь, какую-нибудь, не знаю, такую структурку, опциончик, там, вот, что-то такое, да, вот, просто фьюч держать, я бы, честно говоря, побоялся сейчас. Ну, по крайней мере, на длинный срок. Ну, понятно. Без стопов, что называется. Да, вот, без стопов я бы здесь ни в коем случае. Я понял. Хорошо. Мы заканчиваем. К сожалению, времени уже не так много. Огромное спасибо моим сегодняшним гостям. Я напомню, в студии были Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Наталья Ишилова, главный аналитик Бинбанка. Я вас очень рад видеть, я напомню. Уважаемые слушатели, напоминаю, это был Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы поставили сегодня, ну, мне очень хочется на это надеяться, правильный диагноз мировой экономики. Но жизнь продолжается, и мы будем жить в этих новых реалиях. Всего вам хорошего, успехов на рынке.